Здравствуйте! Вы смотрите видеоновости газеты Нюрнберга Zeitung. Сегодня я хочу вас пригласить в путешествие. В путешествие по различным городам. Для этого вам не нужно паковать чемодан или рюкзак, а просто нужно прийти на рождественский рынок в Нюрнберге. А именно на ту часть рождественского рынка, которая находится во дворе ратуши. Именно здесь представляют свои богатства города-побратимы Нюрнберга. А всего у нас здесь 20 ларьков, так что товару хватит всем и здесь много очень интересного. Мы побываем сейчас в различных ларьках и посмотрим, что там можно приобрести. Городом-побратимом Нюрнберга является и Прага. И как и все другие города-побратимы, она тоже представляет изделия своих мастеров на рождественском рынке в Нюрнберге. Это прежде всего новогодние игрушки. Каких тут только цветов нету, каких тут только форм нету. Мне кажется, здесь каждый найдет что-то для себя на свой вкус и для своей, да, для своей замечательной рождественской елки. Если вы еще ищите подходящий костюм для карнавала, то побывайте в ларьке Венеции. Здесь столько масок и они все такие оригинальные, что вы наверняка с пустыми руками отсюда не уйдете. Посмотрите, кроме масок здесь еще есть и украшения для женщин. Они тоже очень-очень красочные. В принципе, зимой, когда все бело или серо, это очень даже неплохо. Ну, а для любителей хорошо покушать, ах, пахнет замечательно, здесь также, то есть в ларьке в Венеции, есть замечательный сыр и колбаски. Я думаю, что здесь тоже для всех любителей колбасы и сыра это, можно сказать, маленький рай. Вкусно. Кто зимой очень мерзнет, должен обязательно подойти к ларьку города Скопье. Здесь все для тех людей, которые, в принципе, являются мерзляками, как у нас говорят. То есть, начиная это от варежек, от вязаных шапочек и заканчивая очень даже теплыми ботиночками для дома. Так что, я думаю, кто побывает здесь и купит что-то для себя, мерзнуть уже больше не будет. Сейчас я нахожусь у ларька города Глазгоу. Конечно, шотландские юбки – это дело вкуса. Не каждый мужчина их захочет одеть, но я думаю, любой мужчина не будет против попробовать шотландские виски. А здесь их уйма. У этого ларька постоянно собирается много людей. И я думаю, все понимают, почему. Кроме этих замечательных различных видов виски, здесь также есть различные варенья и традиционные шотландские кексы. Сейчас мы подойдем к ларьку города Харькова, нашего украинского города Побратима. Город Харьков каждый год участвует в рождественском рынке в Нюрнберге и предлагает очень обширный ассортимент различных продуктов. Прежде всего, это вещи из дерева, которые, в принципе, должны здесь пользоваться успехом. Например, матрешки. Разные разновидности матрешки. От классических до в виде Путина и Медведева. Или как медсестра. В общем, выбор большой. Кроме того, деревянные игрушки. Также здесь есть очень-очень много различных брошек, которые, наверное, заинтересуют женщин. И, конечно же, шкатулочек для сережек и колец. Особенность этого ларька заключается в Дедах Морозах. Если вы придете сюда, то посмотрите обязательно на верхнюю полку этого ларька. Их здесь столько, и они такие разнообразные. Я думаю, что ими можно удивить многих. Ну, конечно, мы вам сегодня представили всего пару ларьков. Здесь их 20 штук. Так что есть чему полюбоваться, чего приобрести и вообще насладиться атмосферой рождественского рынка. Русские новости прощаются с вами на сегодня. Но я выхожу в эфир не через неделю, а только примерно через год. Потому что, чего, может быть, не видно вам, потому что я в курточке, но я жду ребенка. И поэтому год русские новости выходить не будут. Но в конце 2011 года мы с новыми силами, с новыми идеями снова будем в эфире. И будем рады, если вы будете смотреть русские новости и через год. Всего вам хорошего. Хорошо отметить Рождество, Новый год и счастливого вам 2011 года. До встречи.